Меня зовут Дарья Дружинская, я психолог, специалист по работе с психосоматикой. Дайте-ка мне обратную связь по поводу того, как меня слышно. Как меня видно, как меня слышно. Это важно. Лера, скажи, пожалуйста, меня хорошо слышно и видно? Ну что, сегодняшняя тема нашего с вами эфира, спасибо, Лера, это отёк квинки. Это отёк квинки, и это одна из самых страшных, сложных и мощнейших аллергических реакций. Все, кто слышит об отёке, наверняка внутри себя пугаются и напрягаются, потому что здесь есть риск удушения. То есть это не просто какая-то аллергия, где что-то высыпало, почесалось, а это аллергическая реакция, которая способна буквально задушить вас. Ну что, пишите, если вы когда-то в комментариях в моём эфире, если вы когда-то страдали от отёка квинки или страдаете до сих пор, поделитесь, пожалуйста, этим. Я, как обычно, подготовила для вас небольшую структуру, по которой буду идти сегодня в эфире. И поедем, начнём с самого-самого базового знания, которое поможет вам понимать в том числе механизм возникновения отёка квинки. Значит, к слову, да, вспоминаем вот этот вот механизм. У нас есть специальное уравнение. Х, Y равно аллергия. То же самое с отёком квинки. Смотрим. Должно происходить какое-то стрессовое, эмоциональное, яркое, превышающее все пороги реагирования события. Ну, можно сказать, какая-то драма. Плюс мозг в этот момент ищет угрозу какую-то рядом с вами. И это всегда аллергия. Как я всегда привожу один и тот же пример про пищевую аллергию очень часто. Что сидите, вы едите, апельсинчик вам подходит и говорят, что там, не знаю, какую-то драматичную историю рассказывают, что сегодня мы разводимся, или ещё чего-то, или кто-то попал в больницу. И вы с этим апельсином зависли, да, в этой драматичной и безвыходной ситуации. А мозг этот апельсин запечатлел как угрозу. И вот в отёке квинки тот же самый механизм. Что происходит на телесном уровне, когда случается отёк? Слизистые очень быстро отекают, да, помним, прям вот моментально. Если вы были когда-то свидетелями отёков аллергических, то вы видели наверняка, как там от укуса пчелы бывает. Сразу губы распухают просто на глазах. Под глазами такие мешки. И это всё, вот этот отёк на лице, это всё буфер, защитная подушка. Практически буквально автоматический мозг вот это всё воспроизводит для того, чтобы защитить вас. Подушка безопасности образуется от большого количества воды, жидкости, да, которая поступает. Жидкость поступает глазам, к носу, к губам. И автоматический мозг таким образом, он бежит вас спасать. Вот этим ужасным для нас образом, ну, казалось бы, автоматический мозг хочет нас спасти. Но он, конечно, здесь во многом ошибается. Почему? Потому что так можно и погубить, да. Вот самое страшное, что в отёке, это когда могут отекать лёгкие, и человек задыхается. Поэтому тема такая очень глубокая, непростая. Почему же, да, существуют лайтовые лёгкие аллергии, и вот есть такая реакция нашего автоматического мозга? Ведь помним, что болезнь — это всегда адаптация к какому-то стрессу, да. И почему настолько сильно всё это поднимается, да, на уровне тела? Нужно понимать, что отёк винки всегда связан с темой страха. Огромное количество страха, злости, гнева, раздражения. Страх здесь одно из ключевых чувств, потому что отёк винки, он образуется на угрозу, на какую-то угрозу, да. То есть как будто бы мозг видит в чём-то рядом с вами хищника, и тем самым ощущает опасность. Вы в угрозе, вы в опасности, да. Вот так вот. Поэтому отёк винки, вообще все отёки, в принципе, в нашем теле, вся отёчность, вся присуща тому, чтобы защитить, да. То есть она нужна для того, чтобы защититься. Я отекаю, я создаю вот эту подушку безопасности где угодно, я защищаюсь. Поэтому отёк винки связан с защитой и, соответственно, с особым уровнем угрозы и опасности. Поэтому можно сказать, что отёк винки – это особый такой способ нашего организма, попытка буквально справиться с образом хищника. Кто может быть хищником рядом с вами? Это могут быть близкие, родные люди, это чаще всего внутри семьи. То есть очень часто, да, эти истории про маму, про мужа, то есть про свекровь, про детей взрослых, например, да и про маленьких. То есть вот оно находится где-то рядом в окружении. Очень часто про образ хищника, да, идёт вот эта информация из нашего окружения семейного. И отёк винки – это не просто какая-то яркая одна эмоция, которая там вот раз перекрыла все возможные пороги реагирования. Нет, это когда вы в течение определённого длительного времени всё-таки носите внутри себя и страх, и раздражение, и гнев. И вот это всё маринуете, постоянно живёте в этом, и вы фоном постоянно транслируете это своему мозгу. То, что я вот так вот скована, я в таком напряжении, я чувствую опасность. И мозг это копит, 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 копит. И в тот момент, когда уже опять очередной пик наступает, он пытается вас спасти. Прошу прощения, он пытается вас спасти, и случается отёк винки. Если опять вот какая-то ситуация жизненная, эмоциональная яркость, с которой вы сталкиваетесь, вновь случается, вас триггерит, и вы уже не просто, да, там, в какой-то лёгкой аллергии, а вы уже в отёке к винки. Так что вы должны долго находиться в состоянии негативных эмоций, вот этих, которые прям, ну, то есть сшибают вас, да, или, как часто говорят, земля из-под ног, да, уходит. То есть вот прям, ну, вас накрывает, вам очень, очень должно быть тяжело в этот момент. И страшно. Возможно, страх вы не сразу можете отследить за собой, да, может быть, это больше злость, но там обязательно будет где-то страх. И, как пишет Джильбер Рено в своей книге «Исцеление воспоминаниям», он определяет отёк винки, как «Я притворюсь мёртвым, чтобы хищник не заметил меня». Вспоминаем животный мир, да, те же самые лягушки, они тоже, они тоже переворачиваются там чего-то, изображают, что они надуты. Надуты почему? Потому что, ну, там уже лежит давно эта тельца, эта тушка, да, распухает, понятно, вот эти все нехорошие процессы происходят. И как бы я уже не нужен, я мёртвый. Ты меня не должен заметить. Вот то же самое. Вот. Поэтому я притворюсь мёртвым, чтобы хищник не заметил меня. Если вы проживали отёк винки, если вы живёте с этим или было когда-то, вы проговорите про себя или вслух, закрыв глаза, вот эту вот фразу. И прислушайтесь. Как она вам? Это вообще про вас? Откликается? Если да, и дальше вот идите, задавайте себе наводящие вопросы, можно так немножко поговорить, опять же, со своим симптомом. Это очень полезная штука, чтобы с вами не происходило. Хоть пятка заболела, хоть нос зачесался, но вот разговор с симптомом – это классная вещь. И надо понимать, что наш древний мозг, древний мозг, он примитивен и действует, ну, соответственно, примитивно очень, да. Он не понимает, что такого рода защита от какой-то угрозы, да, от хищника может и придушить буквально своего носителя. Потому что мозг, вот, он просто лихорадочно, он будет лихорадочно искать в этот момент, когда у вас случается какая-то драма, что вокруг запечатлеть и в какой объект записать вот эту угрозу, те нереальные эмоции, которые вы проживали. Кстати, очень интересный такой момент в терапии, в личной терапии, да, когда ко мне приходят клиенты, вот, казалось бы, сейчас вам описываю такие ужасы, да, такая драма, драма, вы должны это запомнить, как будто бы, да, если с вами произошла какая-то ужасная, трагичная ситуация, вы должны ее запомнить. Но не тут-то было. Мозг вытесняет эту жесть, назовем ее так, эту драму, эту трагедию, он вытесняет. И спрашиваешь клиента, ну, что с вами происходило накануне, там, или когда стартанул отек к венке, да ничего, все хорошо было, ничего, вот ничего не было, ничего там, как бы, все прекрасно, и дети хорошо себя вели, и муж хорошо себя вел и так далее. Но идешь дальше, в тот день, когда происходил, когда организм, вот, придумывал эту защиту и активизировал отек к венке, смотришь, что через какие-то простые, обыденные вещи, во время готовки еды, во время прогулки, просмотры фильма, да чего угодно, в быту, да, вот, просто обычный день, мозг, который никогда не спит, автоматический мозг, который все анализирует и убедит, увидел что-то, что ассоциации привело его в те драматичные ситуации, которые вы тогда не смогли грамотно прожить, перепрожить, увидеть их вообще в конце концов, да, то есть, вот, и он тогда, находя эту ассоциацию, находя этот объект, он включает, все, мы опять рядом с угрозой, мы должны спасать тебя, поэтому что буду делать? Я буду защищать тебя, и случается отек на лице, там, не дай бог, отек легких и так далее. То есть, история такая, не совсем простая, потому что мозг эту жесть старается вытеснить, найти ее действительно самостоятельно не так просто. Я рекомендую обращаться в личную терапию и приходить к нам на курс, который стартует уже 19 августа, аллергия кожных симптомов, и там, там будет понятно расписан весь процесс распутывания конкретно вашего случая. Там будет огромное количество всех этих практик, упражнений, я знаю, что вы их очень любите, трансов, и будет за что зацепиться, и как раскрутить этот клубок, в котором вы, например, сейчас находитесь, да, с чем, с какой сложностью вы живете, столкнулись. Так что отек винки имеет под собой страх, злость, гнев, раздражение, которые длительно-длительно копятся, в которых вы фоново живете, и мозг, чтобы себя спасти, назначает аллергеном яркие-яркие объекты вокруг вас. Ну, чаще всего это что, да, это как в любой аллергии, что у нас бывает ярким? Все, все там, да, мамы, детей говорят, деткам своим говорят, не ешь много орехов, это аллерген, арахис – это аллерген, да, вот такие вещи. Орехи, они легко считываются в нашем мозгах. Цитрусовые, красные, помидоры, клубника, ягоды, там, черешня, морепродукты. То есть вот с пищей связывает очень быстро и легко, но отек винки может случиться и на пыльцу, и на шерсть животных, да, в принципе, на все что угодно это может случиться. Но чаще всего, чаще всего обращаются с пищевой аллергической реакцией, когда случается отек винки. И вот, смотрим дальше. Получается, что пища, она назначается мозгом опасностью, но в действительности это просто еда, которая не несет в себе угрозы, иначе бы все, каждый человек на планете Земля задыхался бы от маленького орешка арахиса или капельки меда. Так это не работает, все индивидуально, почему-то именно ваш мозг, да, записал такую реакцию, да, тело. Кто-то страдает аллергиями, кто-то страдает дерматитами, псориазами, экземами. То есть все настолько индивидуально, и нужно рассматривать каждого человека в частности. Поэтому и случаи бывают, ну, такие очень интересные, разные-разные. Значит, делаем вывод, что эта форма аллергической реакции говорит о наличии большого количества страха. Поэтому посмотрите вглубь себя сейчас, живете ли вы в чувстве страха, почему не можете его выразить как-то, да, вербализировать, озвучить, чего вы боитесь. То есть любая проработка с нашим симптомом начинается с того, что вы видите свои чувства, которые вы подавляете, не даете им выхода. Вы вот так вот как шарик надуваетесь, надуваетесь, надуваетесь. Очень тяжело все это в себе держать. Нужно учиться, научаться вот вытаскивать из себя эти эмоции. Этим мы как раз и занимаемся на курсе «Аллергия кожных симптомов». Я призываю туда идти, потому что там есть не просто все инструменты, но там есть и поддержка от специалистов, от меня, психолога, от Игоря Мачалова, автора курса. И так будет значительно проще, легче, эффективнее и надежнее справиться со своим симптомом, нежели самостоятельно. Хотя в нашем аккаунте, в нашем блоге очень много полезной информации в свободном доступе. Тоже рекомендую почитать, посмотреть. Все-таки отек квинки – это, повторюсь, не просто сыпь какая-то на щеках, на руках, а это серьезная вещь очень, и с такой историей жить сложно. Поэтому я призываю приходить, исцеляться и жить качественно, свою здоровую, полноценную жизнь. Очень важно с отеком квинки работать, в дальнейшем работать с триггерами. Вот в этой истории прямо это чрезвычайно важно. На курсе даются практики работы со сложными триггерами, с простыми триггерами. То есть там вообще разбирается такая… Очень много всего, да, и вот сюда посмотри, и сюда посмотри, и на выбор. А если глаза разбегаются, то можно что-то вот одно выбрать. Но очень важно прорабатывать триггеры, и чтобы человек все-таки привыкал к тому, что пища – это просто пища, а не опасность. И вот это тоже мы учим к этому приходить на курсе через определенные практики, когда даже с отеком квинки вы начинаете наконец-то есть, ну, уже говорю про орехи, есть свой орех. Или не бояться пчел, или есть мед ложками, шоколадом и так далее. То есть там есть техники специальные, когда вы постепенно пробуете эти продукты, которые когда-то несли для вас угрозу, опасность. Да, это очень-очень страшно, может быть, вначале это пугает. Это, наверное, уже сейчас, даже если вы страдаете аллергией или переживали отек квинки. Для вас это, наверное, из моих уст уже звучит пугающе. Но в действительности, чтобы по-настоящему прожить и проработать свою аллергическую реакцию, такую страшную, мощнейшую, как отек квинки, придется пойти прямо внутрь, окунуться полностью с головой в свой страх и встретиться лицом к лицу с той угрозой, которую придумал ваш мозг. Да, а вот хотела рассказать вам пример клиентки, которая ко мне приходила, что с ней происходило. Значит, надо отметить, что девушка, в принципе, очень склонна к аллергиям, к аллергическим реакциям, периодически какие-то высыпания на лице, на руках и так далее. Пользовалась она долго гормональными мазями, там еще чем-то. То есть, и постоянно ходила к гастроэнтерологу. Я не знаю, сколько денег она потратила, сколько сил и нервов. Просто вот по рассказам она пришла измученная вот этой медициной. Но сейчас вот так отойду в сторону. Психосоматика не исключает медицинского лечения. Мы идем рука об руку. И важно комплексно всегда подходить к этому, ко всему. Поэтому, значит, возвращаюсь. Да, она была измучена, потому что в ее случае решение не находилось. Она не могла никак вылечиться. А потом случился внезапно для нее очень отек винки. Впервые в жизни, во взрослой жизни. Лет 27 ей, по-моему, было клиентке моей. И спрашивают уже, что происходило, что было накануне и так далее. Говорит, да вроде, ну так вот. То есть, вот человек сразу как будто бы не видит, в какую жесть он жил. Распутываешь, распутываешь. Оказывается, что там неделю назад примерно, я точно не помню уже, она рассталась со своим молодым человеком. Отношения у них были длительные, лет 5. Они все время жили в каких-то подвешенных отношениях. Всегда как будто бы на грани расставания. И вот этот фон в ней держался 5 лет. И вдруг в какой-то момент он просто говорит, все, я, значит, расстаюсь с тобой, я ухожу к другой девушке. Как бы прости, прощай. И обрубил все пути общения с ней. Буквально, говорю, проходит неделя. Она едет по своим делам куда-то в Москву, вроде бы, из Петербурга. И в поезде ее накрывает отеком Квинки. Так страшно, что вызывали скорую, когда она сошла с перона. То есть, там все было настолько ужасно, телесно, эмоционально и все. То есть, вот настолько ее бомбануло теми эмоциями, о которых я только что говорила ранее, что ты должен долго очень мариноваться в этом страхе, раздражении, злости. Откуда у нее страх? Я боюсь расстаться, я боюсь, что меня бросит. Я боюсь почувствовать себя там, как в детстве когда-то, допустим. Раздражение. Я злюсь то, что мой парень не может выбрать меня. Он не может решиться. Я раздражаюсь на себя, потому что я такая нерешительная. Злость. Я злюсь на него, на себя, на обстоятельства. И это 5 лет. После чего мозг уже не справляется, когда получает такую шоковую информацию, шоковую, стрессовую, да, и находит аллерген рядом. А что она ела в поезде? Она ела в поезде шоколад. И тогда, когда они, вот моя клиентка и ее молодой человек, выясняли отношения, что-то сладкое было на столе. То есть это было у них в кафе или дома, неважно. Вот что-то сладкое тоже присутствовало. И автоматический мозг теперь решил запечатлеть с любым сладким объектом ту драму расставания. И когда она села в поезд и открыла свою шоколадку, вот тогда-то и началось. Но она, конечно же, тоже до конца не понимала. Она говорила, ну это же шоколад, да, вот я хочу, чтобы не было аллергии на шоколад. И пришлось разбирать всю вот эту, весь вот этот эмоциональный ужас, который она копила в себе, который очень не хотелось доставать ей из себя. И видя действительно, как ей было тяжело эти годы жить в таких эмоциональных переживаниях. Поэтому важно, что, как хочется подытожить, что нам нужно, что вам нужно делать, если вы живете с такой сильной аллергической реакцией. Всегда для психосоматолога важна симптоматика, да. То есть, насколько сильные отеки. Вы действительно задыхаетесь, вам нужно срочно вызывать скорую. Ответьте себе, какая симптоматика у моего отека. Может быть, это только глаза, или только губы, или все лицо. То есть, вот что задействовано, да, как проявляется мой отек в инке. Или я сразу задыхаюсь. Как часто происходит, как часто я проживаю отек в инке. Тоже очень важный момент. И чтобы понять, какие эмоции во мне бурлят, которые я не вижу все-таки, и с чем они связаны, нужно отследить, что происходило накануне того, как стартанул мой отек в инке. Я говорю, что это не так просто вспомнить бывает, да. Но, тем не менее, постарайтесь отследить, значит, вспомнить несколько своих таких эпизодов, и что между ними было общего. Но если вы в отчаянии, вы не можете найти выхода, вы не знаете вообще, что я с этим живу, жить больше так не могу и не хочу, я призываю вас прийти на курс «Аллергия кожной симптомы». Старт уже практически через неделю, 19 августа. Я буду куратором и автор курса Игорь Мачалов. Так что приходите. И дальше смотрим, что еще важно. Очень важно, как вы сами думаете, с чем связан ваш отек. Какая причина? Вот ваши первые мысли, да. Сильно анализировать здесь не нужно, здесь просто идти навстречу своей интуиции, своим догадкам, своим ощущениям. Как вы сами думаете, да, с чем это у меня может быть связано? Дальше смотрим, откуда у меня отек в инке, какая ситуация проигрывается в этой аллергической реакции. Что я недопрожила? Каким эмоциям я не даю выход? Ну, чуть-чуть два разных вопроса, да. Обязательно составьте свои гипотезы, версии. Просто сядьте на бумаге, напишите иногда, и это будет очень помогать вам справиться со своим симптомом. В конце концов, вы познакомитесь сами с собой ближе, потому что в череде своих бытовых, домашних, там, рутинных дел вы просто не замечаете того, что проживаете внутри себя. Надо, самое главное, надо убеждать тело, что причина вовсе не в пище, не в пыльце, не в шерсти. То есть вести вот этот вот мой любимый диалог с симптомом, с телом, с автоматическим мозгом, нагло говоря ему, что он ошибается, что орех — это просто орех, а я вот, оказывается, рассталась с парнем, и он мне так больно сделал. И вот дальше всё от души проговорить. И это уже будет огромная большая работа на пути к вашему исцелению. Но, повторюсь, если никакие способы уже, которые вы применяли ранее, не помогают справиться с вашим симптомом, с вашей бедой, то приходите скорее к нам на курс, и там вы научитесь исцеляться и работать со своими эмоциями, телом, и всё будет налаживаться определённым образом. Внутри будут идти какие-то изменения, потому что всё изначально идёт изнутри, да, из души. И вот что-то будет меняться там, и тело начнёт это отражать. А сейчас я пробегусь по комментариям. Видела, писали в этот раз. И посмотрим. У нас, правда, осталось немножко времени. Месяц назад был отёк квинки. Я потом поняла, пришла на работу на подработку, и каждый день возмущался, что я делаю, а другие не делают. В итоге на обед съедаю шоколадную конфету после обеда, а сама коплю внутри, и всё пошло потихоньку. Хорошо, что тихоньку реакция пошла. То есть, смотрите, правильно ли я поняла, что столько копилось внутри негативных эмоций, и вы пошли вот с этим состоянием, съели шоколадку, и потом, и дальше, и вот после этого как будто бы на шоколад. Но в действительности это реакция нашего организма на те эмоции, которые мы копим, сдавливаем, не даём им выйти. А где-то нужно поделиться... Вот есть понятие такое, да, бытовая психология. Где-то нужно поделиться с подругой, другом, с родственником, не знаю, с собаке своей проговорить. Это уже будет помогать. Да, ну вот приглашаю вас на курс. Обязательно приходите. А ещё и крапивница у вас случилась на кону. Ну и, кстати, очень часто слышу, что отёк винки идёт вместе с крапивницей. Вот прям тоже такая популярная схема нашего мозга. Подключайте одно к другому. Тут пишет девушка, что случилось на свидании с новым знакомым. Он тоже начал задыхаться, и тоже впервые ничего себе. Сильно кашляет. Да, это действительно очень страшная реакция, потому что неизвестно, к чему может привести. Препараты нужно носить всегда под рукой. Там шприцы с антигистаминами и так далее. Особенно, что касается детей, у них гортань вообще очень маленькая, чисто на физиологическом уровне. Вот. Вы пишите, что тоже после расставания задыхались. Я поела орехи, нюхала цветы, я вдыхала цветы, дышала глубоко горным воздухом. Ну, тут, что зацепит наш мозг из окружения, то и будет для вас аллергеном, то и будет провоцировать. В общем, хорошо. Ну что, давайте. А, вот еще. У ребенка сильная аллергия, текает глаза на кошку. Аллергия проявляется, когда он в гости приходит, где кошка. Если на улице кошку погладит, нормально. Интересно, что вы, смотря сколько лет ребенку, если лет до 7-9, то тут нужно смотреть на свои чувства. Маме нужно работать с собой. И обратите внимание на то, почему именно только в этом доме у ребенка реакция. Что, какие ассоциации сразу идут? Почему в этом доме? Почему уличное окошко не триггерит? Вот за это можно уже зацепиться. Ну что, давайте прощаться. 8 лет. Да, вполне вероятно, что это еще может быть и вашими эмоциями, вашими чувствами, которые отражают ребенок. Потому что наши дети, они зеркало. Зеркало того, что проживает мама внутри, свои внутриличностные конфликты. И дети своим телесным симптомом или поведенческим отражают. Как это проработать, вы можете узнать у нас на курсе. И там также мы работаем с аллергией на животных. Ну что, спасибо большое, что были со мной, что писали, делились, задавали вопросы. Подключайтесь к следующим эфирам, а я с вами на сегодня прощаюсь. Всего хорошего!